Огромный крытый рынок вместо палаточных ларьков. Северный рынок, который всегда раздражал покупателей разбитым асфальтом, а продавцов теснотой, теперь радует и тех и других. Торговцы обеспечены комфортными условиями, а покупатели – широким выбором экологически чистых продуктов. Хотелось, чтобы люди, которые пользуются этим услугами, чтобы они были в комфорте, чтобы они могли не толкаться где-то на улице, зайти в теплое, хорошее помещение. И самое важное, что мы сейчас обменивались мнениями, но еще до конца мы не понимаем, что на рынке сегодня можно купить зеленую настоящую продукцию. Еще один аналогичный объект – рынок на Западном, только готовится принять покупателей. В этом павильоне оборудованы 350 торговых мест, предусмотрены охлаждаемые прилавки для сбыта мяса и места для чистки и разделки рыбы. Рынок составляет у нас 8,5 тысяч квадратных метров. На Западном жилом массиве это будет единственный действующий крытый рынок. Торговые павильоны западного образца стали появляться в Донской столице после принятия соответствующего федерального закона. Помимо внутренних удобств, есть и внешние. Возле каждого крытого рынка оборудованы парковки. Расходы по обустройству взяли на себя владельцы модернизированных торговых рядов. Статья 24, которая обязывает все рынки свою деятельность осуществлять исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. И сегодня мы видим, наверное, один из наилучших вариантов исполнения этой статьи 24. То есть это торговый объект, который сохранил статус универсального розничного рынка. В первую очередь под крышу переводят рынки в крупных городах Донского региона. Только в Ростове около 100 собственников торговых точек по-прежнему работают под открытым небом. Ася Куренова, Юрий Санкин, Станислав Фоменко. Главное новости.